Здравствуйте, друзья мои! И в омут нашего богословия, в нашу монастырскую башню сегодня угодил замечательный историк Мраморнов Александр Игоревич, специалист по истории Русской Церкви, в частности, по истории Поместного Собора 1917 года. А это очень интересная тема, очень интересная. У меня множество вопросов, но один из них я хотел бы задать в упор по поводу одного термина, который гуляет в нашем церковно-общественном пространстве, кочует из публикации в публикацию и используется как таран в богословских спорах, а иногда даже как аргумент. Это слово звучит как обновленчество. Обновленчество, обновленческие тенденции, обновленец. И я в свой адрес тоже неоднократно выслушивал этот упрек. Вешали на меня это клеймо, когда у моего оппонента, например, заканчиваются аргументы, он начинает меня просто называть обновленцем. Так, я вот хочу узнать, в конце концов, что это такое? Что это за обновленцы? Почему это так плохо? Или, может быть, это хорошо? Или, может быть, этого следует бояться? Или, может быть, какие-то рецепты против этой болезни? Что с этим делать, Александр Игоревич? Ну, с этим в русскоязычном дискурсе уже ничего не поделаешь. Дело в том, что в 20-е годы, как мы знаем, безбожные власти инспирировали раскол в русской церкви. И этот раскол проходил под маской или под вывеской как раз обновленчества. Причем в него разные группы этого раскола, и их оппоненты, и сами власти вкладывали почти всегда разные смыслы. Насколько обоснована научно мысль о том, что это инспирировала советская власть? Ну, во-первых, это подтверждено источниками. Это уже сейчас общее место. То есть, сейчас не нужно это вновь и вновь доказывать. За последние четверть века ученые уже это доказали. А во-вторых, также большинство исследователей сейчас держатся позицией, что дореволюционное обновленчество и послереволюционное – это два разных. И связь между ними, безусловно, есть личная, что некоторые из тех, кто, особенно представители белого духовенства, кто были до революции, считались обновленческими, входили в обновленческие группы и общество. Они же стали потом некоторыми лидерами советского обновленческого раскола. А термин сам когда впервые появился? Ну, термин появляется в начале XX века. То есть, еще предреволюционный? Да. То есть, правильно ли я понимаю? Негативных коннотаций, острых он тогда не носил. Не носил. Он носил, скорее, характер полемики. То есть, я консерватор, ты обновленец, ты в каком-то движении, ты находишься в какой-то движухе церковной. Ты, конечно, обновленцем того, кто просто служит у тебя на приходе и вообще не занимается вопросами актуальными, наверное, его вообще нельзя назвать. А вот если ты читаешь и говоришь о чем-то, что связано с, например, с возвратом к древним каноническим нормам, вот в этом случае ты уже обновленец. Если ты вообще говоришь о неправильностях каких-то строя управления церковью или строя церковной жизни, то ты тоже обновленец, потому что это из-за обновления. Хорошо. Георгий Гапон или Адор Труфанов или же, например, священник Петров, которого так любил Розанов. Гапон – это политическая фигура, это политический провокатор. Оказалось, это агент. Сейчас об этом спорят, потому что один-то единственный источник есть. Ну, есть же документы все-таки, но что спорить? Это как, знаете, можно спорить о том, что Николай II не отрекался от престола. Это примерно спор на таком же дилетантском уровне, хотя у нас есть все основания подтвердить, что он отрекался. Илья Дор Труфанов, ну, наверное, точно не обновленец. Уж кто угодно, но не обновленец. Скорее чернососенец на каком-то этапе. А последующая его деятельность после его отречения кровью в 1912 году – это вообще не церковная деятельность. Работа в ЧК. Это не церковная деятельность. А уж период работы в ЧК – это где-то там же, даже дальше, чем лидеры обновленческого раскола. Тогда кто обновленцы в предреволюционную пору? В предреволюционную – это так называемое прогрессивное духовенство, которое хотели серьезных изменений в церкви. Как мне представляется, собор 17-18 годов снял этот вопрос о необходимости обновления. Потому что он этим обновлением занимался, но не на уровне кружков и братств, и обществ каких-то. Он занимался этим обновлением профессионально и канонично. То есть вопрос с обновлением церковной жизни был снят. К 1918 году такого вопроса вообще не стояло, потому что преобразование проводил собор. Это надо четко понимать. Поэтому тут есть разрыв между дореволюционным обновленчеством или стремлением к обновлению и этим обновленческим расколом. Четкий абсолютно разрыв. В полемике вокруг собора по месту собора 18-го года современные публицисты говорят о том, что он был обновленческий и чуть ли даже не масонский. Что бы вы сказали? Во-первых, там среди членов собора обновленцев было в итоге, за всю историю обновленческого раскола, там было порядка около 30 всего. То есть это из 500 с лишним. То есть меньше, чем крестьян было в составе собора. То есть уже неправильно, нельзя назвать его обновленческим. Среди, между прочим, них, среди этих 30 с чем-то, митрополит Сергий Строгородский, будущий патриарх, тоже побывал в обновленце. Да-да-да. Поэтому в статистику входит. Я думаю, что уже эти факты говорят о несерьезности называть собор обновленческим. Называют его еще либеральным, кстати. Да, вот это одно из самых ругательных слов в современном церковном дискурсе. Ну, если мы здесь понимаем, если мы здесь производим слово либеральное от слова «свобода», то, конечно, собор 17-18 годов либеральный, потому что он исходил из того, что свободная церковь будет существовать в свободном государстве. Формула Кавура, она была всем генератором системы церковно-государственных отношений на соборе, она была знакома кьезо-либеро и либеростата. Но, опять же, эта форма объективная, потому что церковь вынуждена была в этот период стать свободной и свободно самоопределяться, если в этом смысле мы понимаем либерализм. А в каком его еще можно понимать? Я не очень понимаю. Мне нравится ваша фраза «вынуждены стать свободной». Вот у нас в церкви, наверное, есть… Это не черта церкви, а просто церковные речи, как и в речи вообще русской современной. Есть интонация извинения за то, что ты свободен. Ты должен почему-то оправдываться за то, что ты свободен, ты свободно мыслишь. Собственно, этот свободный период очень мало занял между падением монархии и приходом в власти большевиков. Да. И один из аргументов, кстати, критиков поместного собора 1917 года связан с тем, что главную скрипку, я беру это в кавычки, якобы в соборе играли антимонархические силы. И собор уже не легендимен уже тем, что на нем не присутствовал монарх. А вот настроения духовенства в связи с отречением императора Николая II, они были какие? Промонархические или или же нет? Как духовенство Февральскую революцию приняло? И это, конечно, вопрос... Но Февральская революция случилась за полгода до собора, вы не забывайте. Да, да. И Керенский участвовал в молебне перед открытием собора. Но вот духовенство, оно ведь воспринимается, например, даже в современных дискуссиях, как страж, как охранитель монархии. А тут почему-то собор произошел... Ну, мне кажется, во-первых, это неправильно. Так. Потому что, ну, в общем, православная церковь не говорит о том, что какой-то режим хорош, а какой-то плох. А есть ли какие-то источники... Нет, у нас нет такого канона. Источники, которые бы говорили, были на настроении духовенства в связи с отречением императора. Вы знаете, если в связи с отречением, это один вопрос, давайте разделять. Если на соборе, они уже в основном забыли о том, что произошло за полгода до этого, они предпочитали какие-то сегодняшние проблемы. Ну, не совсем в прошлое, потому что занимались, например, вопросом, когда только собор открылся, занимались вопросом, пошлет ли собор своих делегатов на учредительное собрание. Но в связи с этим было ясно, что кто-то, наверное, может быть, если таких делегатов пошлют, кто-то заявит на учредительное собрание, что давайте вернемся к монархии. Потому что никто не исключал на тот период, что Россия на учредительном собрании может вернуться к монархии. И, собственно, и сегодня мы не должны это исключать. Потому что я вам напомню, что учредительное собрание было разогнано в январе 1918 года и с тех пор снова не собралось. И строя спокойно, как это, между прочим, хотя бы как-то сделал собор наш церковный, государственный строй с тех пор не был определен на учредительное собрание, как это предполагалось отречением последнего императора от престола. То есть совершенную легитимность нашей государственной системы, я здесь, поскольку мы в Беларуси находимся, я скажу и о Беларуси тоже. Наши государственные системы с тех пор не обрели совершенную легитимность, не проведя закрытого незаконно учредительного собрания. Интересно. Поэтому у них есть относительная легитимность. То есть он не был антимонархическим, собор? А собор не был антимонархическим. Более того, когда поступили сведения о том, что был убит Николай II, но убит уже как бывший царь, по нему собор отслужил панихиду и провел такое траурно-торжественное заседание, на котором были сказаны речи. То есть собор четко сказал, что это страшное, отвратительное преступление. Высказался. Абсолютно. Но в данном случае собор действовал скорее исходя из христианских этических норм, а не исходя из своей политической монархической позиции. Когда шла дискуссия о том, нужно ли восстанавливать патриаршество осенью 1917 года, одним из главных аргументов противников патриаршества было то, что патриаршество может превратиться в церковный монархизм. Что это такой монарх в церкви будет. Зачем нам это нужно? Если у нас есть сенот, у нас церковь прекрасно может управляться соборно и коллегиально без фигуры первого лица. Это был важный аргумент. Естественно, какие-то взгляды были на соборе и такие, и другие, и разные. Но все это перемалывалось в то, что, во-первых, как мы знаем, патриаршество было восстановлено, во-вторых, монархисты остались при своем, республиканцы при своем. Но в данном случае в политические системы церковь не вмешивалась, что было правильным, конечно. Но и на сегодняшний день не делать церковь, а определять строй, как мы помним, кесарю кесарю. Под кесарем понимаем любое государство, не монарха. Да, да, да. Но все-таки вернемся к обновленцам. Вот это второе обновленчество появляется когда? Второе обновленчество появляется конкретно в 1922 году, в связи с тем, что советские спецслужбы, ГПУ, нащупали, что в среде духовенства есть такие круги, которые готовы фактически, если называть вещи своими именами, пойти на предательство и на узурпаторство, и узурпировать какую-то часть церковной власти. Их использовали вслепую или они знали, что их используют для этого? И так, и так. То есть, естественно, слепое видение тоже было, но с другой стороны, там вообще-то в лидерах обновленчества были довольно умные люди, чтобы понимать, что они делают. Давайте назовем, кто это. Ну и Александр Иванович Веденский, и Партеей Боярский, целый круг еще, в основном, петербургских, петроградских. Антонин Грановский может? Антонин Грановский тоже, да. Очень сильный центр обновленчества был на моей родине, в городе Саратове. Партеей Сергий Ледовский, Партеей Русанов, которые тоже на всю церковь звучали достаточно громко. Еще на Урале сильное потом было обновленчество, и плюс еще к нему григорианство присоединилось чуть позже. То есть, обновленчество не было однородным? Оно даже в 1922 году уже было неоднородным. Были разные группы, которые по-разному воспринимали. Например, кто-то воспринимал женатый епископат, но были обновленцы, которые были монашисты, стоящими обновленцами, епископами, ставшими епископами в обновленчестве. Поэтому тут были разные подходы. Мне кажется, тут дело было скорее не в идеологии канонической или идеологии церковной жизни, а в стремлении выпятить себя и показать свою политическую позицию. То есть, борьба за власть скорее, да? Да, борьба за власть и борьба такой... Там вылезло все худшее, что, может быть, еще было подчищено революцией, может быть, частично удовлетворено революционной эпохой. Когда, вы знаете, в 1917 году очень часто смещалось духовенство, тоже шла внутрисословная борьба за какое-то влияние. И в итоге, в том числе, соборными методами удавалось ее более-менее как-то церковно разрешать, эту борьбу. Но там, так же, как вот фактически это была, называют вот церковной революцией, называют то, что происходило в 1917 году, но это массовое смещение архиереев, священников своих позиций. На самом деле, церковной, вот так вот в плохом смысле революции, это был 22-й год, когда все худшее, что было, вот такой худший клирикализм, он вылез в обновленчество фактически. А вот какой фактаж? То есть, 22-й год – это что? Это происходили какие-то соборы, совещания? То есть, как происходило захват власти? Ну, это попытка, прежде всего, отстранения патриарха Тихона от власти. Это май 22-го года. Ну, и игра вот этих обновленцев в деле изъятия церковных ценностей, которая происходила по всей русской церкви. И большевистская пропаганда утверждала, что изъятие церковных ценностей позволит обеспечить всех голодающих по Волжье в Восточной Украине хлебом, что всех можно будет накормить. На деле это было, конечно, не так, но вот эти вот круги, так называемого обновленческого духовенства, они с большим интересом в эту борьбу входили. И, с другой стороны, были, конечно, атеистически настроенные большевики, которые с радостью тоже громили под это дело церкови. Потому что раз надо было изъять церковные ценности, то громили, в принципе, храмы. Ну, где-то действительно ценностей было довольно много, но где-то их вообще почти не было. Скажем, в Сибири, в основанных где-то, или в Беларуси, где война прошла, или в Сибири, где многие храмы были за 10-20 лет до революции основаны, только построены, там еще никаких ценностей особо не было накоплено. А какую волю они сыграли в этой истории? Самый известный процесс митрополита Вениамина? Митрополит Вениамина, но был еще и московский процесс. Но самое главное, это фактически патриарх Тихон был отстранен от власти и содержался под домашним арестом. И мы видим, что, может быть, если бы этих всех событий не было, то, что не произошло в 21-м году, в Голодном, то есть вновь собрать собор, может быть, удалось бы собрать собор, если бы не было прямого вот этого противодействия властей. Но и тут не удается, каноничный собор не удается собрать, зато в следующем, 23-м году обновленцы собирают свой лжесобор. При явной поддержке властей, просто власти практически организовывали этот собор. — Некто в сером, да? — Организовывал. А скажите, в чем же они обновленцы? То есть если это... Речь идет об узурпации власти. Или вот я встречал такую версию в статьях, говоря о том, что если сильно упрощать, это борьба, революция белого духовенства против власти черного духовенства. То есть в чем же тут обновленчество? Может быть, этот термин тут по недоразумению использовался? Ну, по умышленному такому политическому недоразумению. Ну, фактически, какие основные черты? Это была попытка перехода на новый календарь, но она даже у обновленцев полностью не состоялась. Потом это женатый епископат. Ну, собственно, тут обновленческого мало тоже, потому что исходно апостольский епископат и может быть женатым. Это второбрачие духовенства. Но это тоже редкий случай. Это вот то, чего некоторые узкая часть духовенства, вдовцы, добивались еще в период собора 17-18-го годов. Но собор сказал, что, пожалуйста, церковнослужителями да, но сам сохранять при второбрачии невозможно. Это было четко сказано собором, но вот были попытки второбрачия. Называли еще живая церковь, но где вот оживление церковного пресня? Ну, вынесение престола на середину. То есть, такие какие-то литургические вещи, чтобы привлечь, может быть, на какое-то время себе народ. Русский язык в богослужении, но собор в 17-м году и так разрешил русский язык в богослужении. То есть, собор разрешил? Да, пожалуйста, была прописана процедура при наличии утвержденных выше церковной властью текстов и при благословении правящего архиереи приходы имели право по решению собора 17-18-го годов переходить. Специально было указано на русский и малороссийский языки. Очень интересно, очень интересно. Сейчас об этом практически не говорят. Но это, тем не менее, я бы сказал, что это фактически действующее решение. Действующее решение. Никто не мешает этим заниматься. Скажите, народ как воспринял эти все новшества, которые вторым обновленчеством были предприняты? Вы знаете, трудность была в том, что на местах очень часто вообще паства не разбиралась. Кто это? Они ходили храм и храм. Иногда духовенство не разбиралось. что епископ объявили так, но вот будем под этим епископом. У нас в Гомеле так было. вот это обновленчество создало жуткую неразбериху в церковной жизни. Но это было сделано умышленно, чтобы нарушить нормальный ход церковной жизни. Поэтому, скорее, это был антирелигиозной политики. Это не было что-то серьезное в том смысле, что мы это как идейное наследие можем сегодня изучать. Там идеи были очень слабы. Там нечего изучать. Там, скорее, можно изучать события и взаимоотношения, но не идеи. А в современной церковной науке есть интерес вообще к изучению обновленческого движения, вот этого второго обновленчества? Ну, очень серьезно изучается, да. Очень серьезно изучается. Да, потому что как-то среди церковных историков, которых я знаю, или даже в учебных детей... Ну, вот есть священник Илья Соловьев, которого я бы назвал главным специалистом обновленчества. Он вот знает абсолютно все про обновленчество. Потому что есть огромные архивы, даже вот у нас в Белоруссии. Я думаю, что вам надо его обязательно пригласить, чтобы детально поговорить про обновленчество. Обязательно. Это очень интересно. Илья Соловьев, по-моему, в Тихоновском... Он был в издасте Крутистского подворья до этого, а сейчас возглавляет Общество любителей церковной истории собственно издастит. Прекрасно. Поэтому с отцом Ильей, я думаю, на тему обновленчества говорить лучше всего. Именно о таких людей мы должны знать. Да. Так, а современное обновленчество, вы как мыслите, что это такое? Есть ли это? Я думаю, я думаю, что его нет. Потому что пора от этой негативной коннотации понятия обновленчества отказаться, которое было связано с политическими событиями, и стремиться просто к естественному и многополезному для церкви обновлению там, где оно возможно, не выходящему за рамки святых канонов и святых догматов. Хорошо. Никто не мешает это делать. Опять же, если мы по привычке читаем Евангелие, обратившись лицом к алтарю, если мы развернемся и прочитаем Евангелие лицом к народу, я не думаю, что это акт какого-то обновления. Это акт просто здравого смысла и правильной постановки богослужения. Да, да. Я с вами полностью согласен. Или прочтение по ремей на русском языке. Что и делается у нас в монастыре. Да, да даже и самого Евангелия. Никто это не может осудить. по-русски. Вот, я думаю, что это правильно. Ну и, в общем-то, если не выходить за рамки, которые установил собор 17-18-го годов, то точно не будет в этом греха. Это прекрасно. Мы очень утешены. Недоумения разрешены, друзья мои. Поэтому я очень благодарен Александру Игоревичу, прекрасному специалисту, церковному историку. Я считаю, что таких людей, которые занимаются церковной наукой, мы должны просто, вот знаете, носить на руках. Это самые главные драгоценности в нашей церковной жизни. Лучше читать документы собора 17-18-го годов. И вот, в частности, возглавляемое мной издательство «Спаское дело» делает такую небольшую серию «Священный собор О». И мы по каждой теме, животрепещущей, вот такую подборку делаем. Вышли уже книги о приходе, об украинском церковном вопросе, на выходе о церковно-государственных отношениях и о роли женщины в церкви. Поэтому вот такие сборники, тематические документы, я бы очень рекомендовал читать. Нам это очень нужно, очень нужно. Спасибо, друзья мои. Это был «Омут богословия».